Владимир Владимирович, вопрос по энергетике. Европа будет мёрзнуть зимой, если не подпишет Россия с Украиной важный для нас договор. И могли бы Вы аудитории, которая, наверное, не в курсе дела всего, объяснить, в чём загвоздка этих переговоров, почему не получается за последние 2-3 месяца, когда постоянно встречается, договориться с Украиной о цене. И второй дополнительный вопрос, как Вы будете отстраивать новую стратегию энергетическую с Европейским Союзом, который резко изменил правила сейчас и сильно начал либерализировать свой рынок, в том числе будет предлагать России покупать у России газ по одной цене. Ваши отношения? Мы давно дискутируем на этот счёт. Я начну с завершающей части Вашего вопроса. Давно дискутируем с нашими коллегами из Еврокомиссии по поводу третьего энергопакета, так что это не вчера родилось. Мы считаем, что это вредное для Европы решение. На первый взгляд, это либерализация, на первый взгляд, это создание рыночных условий. На самом деле ничего подобного, на наш взгляд, не происходит, потому что в области нефти, и так всё давно либерализовано, там происходят торги на бирже, и цена устанавливается на бирже. Конечно, можно отчасти манипулировать какое-то время и ценой, выбрасывая на рынок больший объём, увеличивая добычу, что тоже вечно не может продолжаться, потому что будет нанесён ущерб и сланцевой нефти, будет нанесен ущерб и традиционным экспортерам чёрного золота. Но, скажем, в газовой сфере нет ничего более устойчивого, чем долгосрочные контракты, привязанные к рыночной цене на нефть. Это абсолютно справедливая система ценообразования. Что же может быть либеральнее, чем рыночная цена на нефть, которая торгуется на бирже? И есть соответствующие параметры, которые указывают на теплотворность газа, сопоставимая с теплотворностью нефти. Легко специалистами всё просчитывается. И, что важно для наших европейских потребителей, они могут быть уверены, что такой объём точно совершенно в такие-то сроки, вот по таким-то правилам определения цены будет поставлен. Это создаёт уверенность в энергобезопасности Европы. И никогда, я хочу это подчеркнуть, вообще ни разу Россия не нарушила своих обязательств. В 2008 году возник кризис в связи с тем, что Украина практически блокировала транзит. Но не мы это сделали. Вот что бы кто ни говорил, специалисты это всё прекрасно знают. Что происходило в 2008 году? Мы не хотели с нами заключать нового контракта, а старый закончился. И, не заключив новый контракт, начали отбирать зимой из транзитного экспортного газопровода определённые объёмы. Как только мы начали фиксировать, мы сначала просто терпели, просто указывали им на то, что это недопустимо. Терпели, терпели, а потом сказали, мы будем каждый день, каждые сутки на объём незаконно изъятого, ну, украденного, по сути, будем сокращать объём подачи. Вот за сутки там условно утащили, не знаю, миллион кубов. Мы на следующие сутки на миллион кубов уменьшили подачу. И так сутки за сутками. И всё в конечном итоге свелось к нулю. Но не мы это сделали, но мы же не можем бесплатно поставлять. Ну, что это такое? Значит, теперь какие угрозы существуют и что там происходит? Знаете, что мы в прошлом году для того, чтобы Украина смогла погасить задолженность, которая возникла в 2013 году, начиная с июля перестали платить, прошлого года, к ноябрю наросли определённые платежи, невыплаченные. Мы для того, чтобы нормализовать ситуацию, мы сказали, я сейчас вынужден это повторить, мы дадим кредит, первый транш – 3 миллиарда долларов, и в первом квартале 2014 года понизим цену ниже нижнего предела. Но только в том случае будем держать эту цену во втором квартале, если Украина, а, используя выданные кредитные средства, выплатит нам все долги, которые возникли в 2013 году, и исправно будет платить текущие платежи по самым низким ценам – 268,5 долларов за тысячу кубов. Результат – долги за прошлый год не выплатили, а текущие платежи первого квартала не заплатили целиком. Поэтому «Газпром» в строгом соответствии с договорённостями перешёл на контрактное ценообразование. Контракт был подписан, как мы помним, в 2009 году. Он действовал, контракт, все эти годы, не подвергался никакому сомнению ни нашими партнёрами в Европе, ни нами, ни украинскими нашими друзьями. Он же действовал все эти годы. Вот именно этот контракт был подписан правительством Тимошенко. И сегодняшний руководитель в Киеве, в том числе министр энергетики, господин Продан, он присутствовал при подписании, всё хорошо знает. Теперь вдруг выясняется, что этот контракт плохой, и он подлежит в замене. Почему? Платить не хотят опять. Мы сказали, вот послушайте, я хочу, чтобы все эти цифры, все и так знают, но я хочу их повторить. Итак, в прошлом году выдали кредит 3 миллиарда долларов. По этому году официальная задолженность уже составила 5,6 миллиарда долларов, но мы готовы её пересчитать задним числом со скидкой в 100 долларов. Всё равно получается задолженность прошлого и этого года 4,5 миллиарда. Итак, кредит 3 миллиарда и 4,5 задолженность, 7,5. Кроме этого, Газпромбанк выдал своим клиентам в Украине под закупки газа 1,4 миллиарда частной компании для химической промышленности по самой низкой цене – 268 долларов. И тот же Газпромбанк выдал ещё 1,8 миллиарда нафтогаза в Украине для текущего баланса. Значит, долги никто возвращать не хочет, мы взяли на себя огромную ответственность. Сейчас договорились почти обо всём – и о цене, и о порядке уплаты. Хочу подчеркнуть, что в соответствии с контрактом Газпром совершенно в рамках действующей договорённости перешёл на предоплату. То есть мы будем поставлять столько газа, сколько нам заплатят вперёд. Обычный расчёт такой. Мы сначала поставили, а потом через месяц они заплатили. Но поскольку они не платят, мы уже так больше не можем. Мы сказали, что это в соответствии с контрактом. Сначала плата, потом поставка. Все с этим тоже согласились. И наши украинские партнёры согласились, и европейцы признали из Еврокомиссии, что это справедливо. Надо заплатить нам долги и перейти на предоплату. Что нам говорят наши украинские друзья, и МВФ, и Еврокомиссия это подтверждает. В Украине есть сейчас 3,1 миллиарда долларов для того, чтобы заплатить нам долги. Не все 4,5, а 3,1. И в принципе мы могли бы встать в позу и сказать, нет, только платите все. Мне пришлось надавить на «Газпром», я прошу прощения перед акционерами, в том числе иностранными акционерами, и попросить «Газпром» не настаивать на этих деньгах. Пускай их заплатят хотя бы 3,5, а потом будете с ними дальше разбираться и спорить по разнице. Ну так вот, у них есть 3,5, и нам говорят, либо мы заплатим долги, и то не все, а только 3,5, и тогда мы не сможем работать в режиме предоплаты. Или мы будем предоплачивать нужные нам объемы, но тогда не сможем заплатить долги. И тогда просим растянуть выплату долгов до марта или апреля. Что это означает для нас? Я с полной уверенностью могу сказать, если мы так сделаем, нам за последний месяц точно не заплатят. И скажут, все, привет, горячий. Мы там много раз это проходили, поэтому мы сказали, нет, мы больше так делать не будем. Что нам предложил, и это публично было сказано господином Эттингером, что нам предложила Еврокомиссия? Чтобы мы за счёт оплаты будущего транзита кредитовали опять наших украинских партнёров. Это опять кредит с нашей стороны. Или давали бы без предоплаты. Это тоже товарный в данном случае кредит. Мы сказали нашим друзьям и в Украине, и в Еврокомиссии, мы так делать больше не будем. Общий объём кредитных ресурсов, которые мы передали Украине, около 11 миллиардов долларов. В январе Украина должна получить очередной транш МВФ, 3 миллиарда. И мы сказали, ну слушайте, мы все знаем, что в январе Украина получит, но мы хотим, чтобы они получили. Давайте перенесём этот кредит с января на декабрь. И всё. Ответ – нет, это невозможно, потому что у МВФ очень сложная процедура принятия решения. Тогда я сказал, ладно, хорошо, давайте тогда предоставьте бридж-кредит для Украины. На месяц. Все же знают, что в январе получат. Ответ – мы не можем пока в Евросоюзе принять, в Еврокомиссии принять такое решение. Это сложная процедура выдачи кредитов. Я сказал, ладно, хорошо, тогда дайте нам гарантию первоклассного европейского банка. Но это сложный процесс. Пока нет. Вы знаете, у нас и в России, и в Украине одна ментальность, а в Европе немножко другая. У нас, если мужчина девушку приглашает в ресторан, он, как правило, за неё платит. А у вас там всё, как это называется, по гамбургскому счёту, каждый должен платить за себя. Но в данном случае это другая ситуация. Значит, Евросоюз предложил ассоциацию с Украиной, взял на себя определённую ответственность. Ну, помогите Украине, хотя бы на месяц сдайте бридж-кредит. Ну, на месяц. Мы разговариваем очень профессионально и очень доброжелательно с нашими партнёрами и в Украине, и в Еврокомиссии. Мы взяли на себя огромную ответственность и риски. Считаем абсолютно справедливым, чтобы эти риски были с нами поделены и нашими европейскими или американскими партнёрами. Чего они там обижают Украину какими-то подачками, 40 миллионов, на что непонятно. Значит, пусть дадут хотя бы полтора миллиарда, на месяц пускай дадут. Ну, я очень рассчитываю на то, что эта проблема в самое ближайшее время, на следующей неделе, будет окончательно решена. И если это так, то, конечно, никаких угроз нет и быть не может. Если этого не произойдёт, то, конечно, существует угроза опять несанкционированного отбора нашего газа из экспортной трубы. И тогда, конечно, возможны кризисы. Нам бы очень этого не хотелось. Но Россия никогда не будет причиной какого-либо кризиса. Мы аккуратно и в срок, в соответствии со всеми контрактными обязательствами, будем исполнять все условия поставок.